Жизнь с синдромом Эллерса-Данлоса-СЭД требует проактивного подхода к решению его проблем. СЭД включает группу наследственных заболеваний, влияющих на сетительную ткань, такую как кожа, суставы и стены кровносливых сосудов. Симптомы варьируют от чрезмерной гибкости суставов, что приводит к болевым вихам, к хрупкой коже, склонной к плохому заживлению, и ослабленным стенкам трубчатых органов с риском разрыва. Тяжесть симптомов зависит от конкретного типа СЭД. Хотя СЭД неизлечим, эффективное вмешательство может помочь облегчить симптомы и смягчить осложнения. Нестероиды, противовоспалительные, антипертизивные препараты часто рекомендуются для лечения боли и высокого кровяного давления. Кроме того, целенаправленные упражнения для укрепления мышц и стабилизации суставов вместе с использованием специальных бракетов могут быть полезны для приотвращения вихов суставов. Лица СЭД должны быть осторожными и избегать деятельности, повышающих риск травм. Например, контактных видов спорта и тяжелой атлетики, минимизируя нагрузку на уязвимые области, такие как бедра, колени и лодыжки. Важно рассказать членам семьи, друзьям и работодателям об условиях содействия, пониманию и поддержке. Консультации с медицинским работником, специализирующимся на генетических заболеваниях, имеют решающее значение для лечения и мониторинга. Принимая эти стратегии и ища надлежащую поддержку, люди СЭД могут эффективнее ориентироваться в своем состоянии и улучшать качество своей жизни. Спасибо за лайки и распространение видео.